За последние несколько месяцев мы стали свидетелями довольно резкого увеличения количества вопросов, которые мы получаем о банальных играх. Поэтому сегодня мы разберём всё это для вас и научим основам. Если вы здесь недавно, то здравствуйте. Нас зовут Ванесса из Андермарин. Ванесса — сексопатолог, и мы вместе уже 13 лет. Цель нашего канала — предоставить вам инструменты, необходимые для создания экстраординарных отношений как в спальне, так и за её пределами. Так что если вы уже знаете, что вам это интересно, просто нажмите кнопку «Подписаться» прямо сейчас. Так вот, анальный секс — это довольно противоречивое явление. Некоторым людям это нравится, а некоторые люди даже не понимают, каково искушение попробовать его. Но нам действительно интересно услышать от вас, какое слово ассоциируется у вас с анальным сексом. Оставьте это слово в комментариях ниже, чтобы мы могли понять, как вы к этому относитесь. Хорошо, давайте поговорим о том, почему мы считаем, что анальный секс заслуживает вашего внимания. Это просто соображение, вот и всё. Да, вам не обязательно это делать, но вот несколько причин, по которым вы, возможно, захотите рассмотреть это. Итак, первое из них заключается в том, что это просто приятное ощущение. У вас есть нервные окончания в анусе и вокруг него, так что это может быть очень приятно. Есть даже такие люди, которые испытывают оргазм только от одной анальной игры. Для многих людей это табу, и это может добавить дополнительных острых ощущений. Хорошо, третья причина, которую мы хотели бы назвать, заключается в том, что это может быть забавным способом поиграть с гендерными ролями. Вам определенно не обязательно это делать, но есть много гетеросексуальных пар, которым нравится играть с астропоном. И, наконец, в-четвертых, это что-то новое, что можно исследовать вместе со своим партнером. Один из наших любимых советов парам, состоящим в долгосрочных отношениях, попробовать что-то новое в спальне. Теперь давайте поговорим о важных шагах, которые вам нужно предпринять до, во время и после, чтобы сделать это безопасным и приятным занятием. Опыт для всех вовлеченных сторон. Хорошо, совет номер один заключается в том, чтобы оставаться в безопасности, как и при любом другом половом акте. Безопасность превыше всего. Итак, прежде всего, согласие. У многих людей разные мнения. Что касается анального секса, то в отношениях действительно часто бывает так, что один партнер действительно хочет попробовать это, а другой испытывает некоторую неуверенность. Поэтому мы надеемся, что это видео откроет некоторые темы для разговоров. Таким образом, вы не можете забеременеть от анального секса, но вы. При анальном сексе могут передаваться инфекции, передающиеся половым путем. На самом деле, анальный секс, как правило, сопряжен с более высоким риском, потому что ткани заднего прохода и прямой кишки довольно нежные, в них могут образовываться микротрещины. И инфекции, передающиеся половым путем, могут передаваться легче. Хорошо, совет номер два заключается в том, чтобы подготовиться. Поэтому правильная гигиена очень важна. Да, будут следы фекалий. Это неизбежно. Я думаю, что люди действительно сходят с ума из-за этого. Мне жаль это говорить, но вы, вероятно, в любом случае сталкиваетесь со следами фекалий в своей повседневной жизни. Это просто реальность жизни. Это просто мир, полный какашек. Да. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести это к минимуму. Итак, во-первых, опорожните свой кишечник заранее, затем примите душ после дефекации. Это действительно все, что вам нужно. Да, вам нужно держать несколько салфеток на расстоянии вытянутой руки. Даже если вы обычно не пользуетесь презервативами, использование презерватива – это простой способ почувствовать себя немного чище. И, наконец, с точки зрения подготовки – смазка, смазка, смазка. Смазка не подлежит обсуждению при анальном сексе. Прямая кишка не вырабатывает смазку. Слюны недостаточно. Смазка, приготовьте ее, пусть ее будет много. Хорошо. Совет номер три заключается в том, чтобы облегчить себе этот процесс. Так что, если вы впервые исследуете какой-либо вид анальной игры, вы, вероятно, будете нервничать. Не переходите сразу к анальному сексу. Я думаю, что многие люди очень нервничают, пробуя это. Это займет некоторое время. Если вы так увлечены этим в первый раз, то, скорее всего, это будет не самый лучший опыт. И вероятность того, что вы продолжите пробовать этот опыт и доведете его до конца, значительно снизится. Так что не торопитесь. Да. Так что убедитесь, что вы проводите много времени, чтобы возбудиться, быть близкими друг с другом другими способами. Оргазм действительно может расслабить ваши мышцы, расслабить вас ментально. Так что это может очень помочь. А теперь наш самый большой профессиональный совет для изучения анального секса заключается в том, что это не обязательно должен быть секс. Да, проникновение. Мы действительно считаем, что гораздо лучше начинать с пальцев. Очевидно, что пальцы намного меньше, и это может помочь вам решить, хотите ли вы идти дальше или нет. Если вы действительно нервничаете, вы можете даже просто прикоснуться к внешней стороне ануса. Вам не нужно вообще никакого проникновения. Большинство нервных окончаний находится снаружи. Проникновение не обязательно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Хорошо, совет номер четыре заключается в том, чтобы позволить получателю контролировать темп и глубину проникновения. Вы сведете к минимуму боль. Так что один из лучших способов сделать это – попробовать позу доги-стайл. Потому что эта позиция действительно позволяет получателю контролировать движение. Хорошо, и когда вы начнете двигаться, двигайтесь как можно медленнее. Это так здорово, но это не должно быть похоже на острую или жгучую боль. Так что если вы заметили это, сделайте перерыв. Секс никогда не должен быть болезненным. Но причина, по которой мы говорим, это похоже на приятную боль. Никогда не заставляйте себя продолжать движение, если вы чувствуете себя не в своей тарелке. Итак, это подводит нас к совету номер пять, надлежащему последующему уходу. Итак, давайте предположим, что вы продвинулись вперед. Это было здорово, вам понравилось. Дело сделано. Итак, небольшой совет. Если кто-то занимается проникновением, то он должен выходить как можно медленнее. Это высвобождение может показаться немного странным для получателя. После этого оба человека должны вымыть. Вы определенно должны быть осторожны, продолжая другие виды сексуальных контактов, пока не закончите эту очистку. Просто потому, что здесь больше бактерий. Это может привести к инфекциям. Так что просто. Потратьте немного времени на то, чтобы привести себя в порядок после этого. Я также хочу отметить здесь несколько очень специфичных моментов. Но я просто думаю, что их полезно знать. Лучше подготовиться заранее. Лучше быть готовым. Получатель, вы можете заметить, что в следующий раз, когда у вас будет дефекация, вероятно, будет выделяться немного смазки и экулята. Также, это может показаться немного странным. Просто будьте готовы к этому. И если говорить еще более наглядно, здесь также может быть небольшое количество крови. Как я уже говорил ранее, ткани в прямой кишке очень чувствительны. Они могут довольно легко порваться. На этом заканчивается наше видео о том, как впервые попробовать анальный секс. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте нам лайк, нажмите на красную кнопку внизу, чтобы подписаться на наше видео. И также нажмите на значок уведомления, чтобы вы продолжали получать эти видео, как только мы их выпустим. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.